Приветище! Мы находимся в Субнатике. И сегодня я тебе покажу мою новую жилую комнату. Ты уже её отсюда видишь. Вон она вся в растительности. Там вон даже кровать есть, о которой ты мне очень долго писал, чтобы я её сделал. Пойдём в этот жилой модуль, и я тебе всё покажу, что там, как там, и чего. А, кстати, да, я сделал две вот таких вот станции, потому что одна фильтрует очень долго. Кстати, бутылочка уже есть одна. Заберём отсюда вот так вот. Поэтому пришлось поставить их две. Но это неинтересно. Лезем на третий этаж. На втором этаже у меня до сих пор пусто. Я не знаю, что сюда запилить. Напиши в комментариях, что здесь можно поставить. А, точно, мы сюда с тобой поставим огромный аквариум. Вот так и не вот большой аквариум, когда я найду все ингредиенты. Лезем на третий этаж. И третий этаж у меня вот такой вот. Я сделал полностью панорамным, тоже красивеньким. Здесь у меня есть маленький аквариум, рабочий стол. Здесь стоит у меня вот такая вот башка. Могу использовать. Теперь у меня, по крайней мере, есть с кем поболтать. Вот такая вот смешная головень. Значит, в аквариум я могу затолкать маленьких рыбок. Мы это обязательно с тобой сделаем. Но чуть позже. Сюда мы можем с тобой посадить и китайскую картошку, и какую-нибудь растительность, и грибы. Этим мы тоже займёмся позже. Ну а сейчас, поскольку уже ночь, давай мы немножечко встремнём. О, хорошенечко. Доброе утро, страна. Разомнём пальчики. О, да. Понюхаем нашу стеночку. Эх, замечательная стеночка. Правда, она искусственная. Пластмассы пахнет. Но это не важно. Важно то, что ты мне написал комментарий, который я долго ждал. Что же мне делать дальше? Большинство написало, что нужно, нужно отправиться к капсуле номер 2. Вот он, сигнал капсулы номер 2, который находится на глубине 500 метров. Я включаю отображение индикатора капсулы 2. И оно, вон она, вон она. Капсула появилась у нас. Теперь мы знаем, куда плыть. И сегодня мы направимся именно туда. Потому что там есть какая-то секретная пещера. Ну как секретная. Я просто эту пещеру в прошлый раз не заметил. Она довольно огромная. И нифига она не секретная. И в неё мы и поплывём. Очень много народ писал в комментариях, чтобы я сделал два отсека. Ну вот, пожалуйста, два отсека. Один для краба, другой для мотылька. Простите, для шмиля. А что это у нас там болтается? Так это ж ноги краба. Из стыковочной базы торчат. Прочитал один комментарий о том, что краб боком ходит быстрее. Ну, типа потому что это краб. Настоящий краб в реале, он действительно боком бегает очень быстро. Итак, пробуем пробежаться крабом. Так, в другую сторону давай. Ну, как бы, слушай. Передом я намного шустрее бегаю. К этому крабу это не относится. Короче, я понял, как, оказывается, ходить быстро боком. Нужно идти не просто кнопочками там вправо или влево. Нужно удерживать кнопочку вперёд. И вбок. И тогда наш краб начинает уже чуть ли не бежать. И довольно очень шустро. И это круто. Ну, вот мы и дошли до этой жуткой местности. Осталось только спрыгнуть вниз и добраться до капсулы номер два. Капсула номер два. Вот она. Осталось найти только здесь пещеру. Вижу телепортеров. Значит так, пещеру. Пещеру, 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 пещеру. Где может быть пещера? А-а-а. Ладно, давай, значит, сходим вон туда. И я вижу, он там какой-то углуб... О-о-о-о, как всё открылось! Ты посмотри! Какая здоровая пещера! Сейчас мы туда сходим. Кстати, ты мне говорил про белые грибы. Это не они ли? Глубинный гриб. Ну-ка, давай возьмём. По-моему, из них я потом смогу сделать ту жидкость, которая мне позволит сделать зелёную пробирочку. Забыл, как она называется. Сейчас мы отсканим эти грибочки. Вот! Соляная кислота! Действительно! Это те самые грибы, из которых я смогу сделать соляную кислоту. Значит, забираем их пачками. Всё! Очистил поляночку грибов. Сейчас мы эти грибочки затолкаем в краба. Ну, а мы продолжаем наше удивительное путешествие в эту пещеру. Что же нас там будет ждать? Хорошо, что всё-таки я в крабе поехал. Опа! Смотри, какая живность! Это же те самые крабы, только у этих побольше ноги. Жутковато выглядят. Дай-ка я их попробую отсканить. Интересно, это те же? О-о-о! Багровый ползун! И он, слушай, он такой дерзковатый немножечко. Да, это другой совсем краб. Блин, да зачем мне хранилище? Мне в крабы надо залезть. Вот так вот. Сканирование местности показывает расположенный неподалёку проход, ведущий в биом с обширными окаменевшими останками. О-о-о-о! Что же нас там ждёт? Ух ты, смотри, там какая-то зелёная жижа вон плавает. О-о-о! Фу! Ну тут, кстати, красиво. Тут деревья вот эти красивые такие. О-о-о! Это что такое летает? И там черви какие-то? И... Капец! Здесь ещё и телепортеры. Короче, я так понял, что это довольно-таки опасненькое место здесь. Но здесь очень красиво. Прямо-таки... Капец как красиво, я бы тебе сказал. Смотри, там вон новые какие-то штуки плавают. Так, это кто такой? А ну отстань от меня! Отчебись от меня! Всё, полетели отсюда. Блин, какой скат огромный! Чё это за фигня? Смотри, у него все органы просвечиваются. Призрачный скат. Надеюсь, ты меня не сожрёшь. Ты вроде как добрый. Хочу посмотреть, а что это за грибы такие? Есть ли это грибы? О-о-о! Призрачный левиафан! Здорово! Я думал, ты только на краю карты где-нибудь обитаешь. Нам главное не напороться на призрачного... На призрачного левиафана. Вон он летает. Ух ты! Нифига себе, какие огромные здесь зубки! Костные останки давай отсканируем. Ой, кажется мне сейчас кто-то в попец... Ой-ой-ой, как-то меня в попец кто-то укусил. Окаменевшие останки вымершего суперхищника. Сам его размер не позволил бы ему попасть внутрь такого замкнутого пространства. Что предполагает, что география планеты со временем изменилась вокруг него. Истинный хищник высшего порядка. Возраст. Приблизительно 3 миллиона лет. Ого! Это почти местный динозавр! Примечание. Имеется ряд точных угловых зазубрин на грудной клетке. Что предполагает взятие проб с особи кем-то еще в прошлом. Походу здесь инопланетяне постарались. Ой, здрасте! Проплывайте, пожалуйста, дальше куда-нибудь. Кстати, а может я его отсканить смогу? Я совсем рухнул, да? С дуба. Нет, нет, нет. Надо, чтобы он поближе подплыл. Потому что иначе... А что если я к нему попробую прицепиться крюком? А, ну если я вылезу все равно с краба, крюк отцепится. Ну, короче, никак. Пока никак. Значит, ладно. Идем дальше. Исследовать эту пещеру. Идем дальше. Друг мой. Сердешный. Прозрачный. Левиафан. Подплыви ко мне по... Какая возможность. Какая возможность. Какая возможность. Так. Вот так вот. Стой. Стой, стой, стой. Стой вот так вот. О, да. Я его отсканил, ты прикинь. Так, быстренько в краба. Быстренько. Давай-ка посмотрим, что нам там скажут. Детеныш призрачного левиафаната. Они еще больше бывают, что ли? Данный огромный хищник приспособился жить в глубоких водах. И темных пещерных системах. Охотясь на все и вся в своем стремлении вырасти. Бла-бла-бла-бла-бла. Все такое ерунда. И главная оценка. Избегать этого существа. Ну, это мы и так все знали. Значит, продолжаем наше с тобой путешествие. Нужно... Нужно как-то... Так, 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 тихо. Спрячемся. Ух. В атаку тебе по пузу нафиг. Получай, скотин ты. А если я к тебе прицеплюсь, а? У меня получится к тебе прицепиться? Нет. Прицепиться не получится. Ладно, все. Пошли, пока он там... Пока он отходит от наших ударов по пузу. Пошли дальше прогуляемся. Посмотрим, что у нас там поглубже есть еще. Ты посмотри, что у нас там за водопадом скрыто. Это же инопланетная база скрытая. Ну-ка пойдем туда заглянем в гости. Что у них там есть? Опа, здрасте. Так, а я здесь пройду, нет? О-о-о. Подожди, так... Да где есть кислород? Краб присел на карты. Хе-хе. А здесь и воздух, оказывается, есть. Нифига себе прикольно. Так, пойдем сходим. Блин, нет, лучше я в костюме краба, а то мало ли. Вдруг тут инопланетянины какие-нибудь выскочат? Так, ты посмотри. Телепорт еще один нашел. Только его активировать я не могу. Потому что некуда вставить ионный куб. Блин, так неинтересно. Я думал, я этот телепорт смогу активировать каким-нибудь макаром. Ну вот. Вот. Кажется, у нас здесь еще один спуск поглубже. Че-то, если честно, я туда очкую спускаться. Ладно, я, в принципе, сохранился. Мы сейчас сделаем следующее. Падаем. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Кажется, 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 зря я сюда... Есть! Мы спустились. 797 метров. Твою ж налево. У меня столько краба не хватит на такую глубину опуститься. Но там, кажется, очень весело и интересно. Давай попробуем максимум спуститься, насколько мы сможем. Так, я еще на 100 метров могу максимум погрузиться. И там, вот смотри, еще чьи-то кости лежат. Как бы нам поступить? Ладно. Полетели потихонечку на нашем джетпаке. 840 метров. Ну, в принципе, я здесь могу бродить-ходить. Вот это крупничок. У него и руки были, что ли? Нифига себе, это что за левиафан такой мощный? Офигеть. Вот это черепуха. Мощный тип, однако, был. О-о-о, здесь меня лавой долбит. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Блин, туда еще глубже надо спускаться. Твою ж налево. А я туда так не смогу. Блин, ну так далеко зайти и дальше не пройти, ну это прям грех. Пойдем попробуем все-таки чуть-чуть крабика поломаем. Давай спайдермена врубай, краб. Эээ, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, капец, а. Ладно, пошли. Пошли по-тихому. Девятьсот двадцать пять метров. Мне чуть-чуть повыше бы взобраться. Здесь грибочки мешают. Нифига себе. Че это такое здесь вообще происходит? Я не понял. Вот так вот. Молодец, крабик. И вот здесь-то мы сейчас и присядем. Вылезем и попробуем просканировать. Что это такое вообще, интересно? Гигантское деревоукрытие. Ну, ладно, дерево-то мы просканировали. Нам нужно еще дальше идти. Вон туда. Решил я, короче, дай-ка исследую эти мутные реки. Что же там? Заплыл. А тут у нас новенький ресурсик. Сейчас мы его отсканим. Что это у нас такое? Нигелевая руда. Ммм. По-любому пригодится, надо взять. О-о-о-о. Наконец-то. Магнетит нашелся. Сейчас мы его сканируем. Тоже скрывался под этими мутными реками. Буду вот так вот, как Спайдермен, по крышам ползать. Любопытно же узнать, что тут спрятано от нас. Попробуй так, без краба проплыть. О-о-о, нет, ты смотри, там еще одна пещера, еще глубже. Да, придется мне все-таки возвращаться на базу и делать глубоководное погружение уровень 2. О-о-о, а здесь горячо, слушай. Прямо-таки очень, я бы сказал. В общем, возвращаемся домой. Итак, мы вернулись на базу и у нас теперь появилась возможность сделать вот эту вот соляную кислоту. Соли у меня было полно. Вот она. Делаем сразу несколько бутылок. Делаем глубоководный модуль для нашего краба. Все ингредиенты я уже собрал. Модуль глубины погружения, пожалуйста. Теперь мы можем погружаться на 1300 метров. Значит, я такой человек-паук, возвращаюсь в эту пещеру при помощи своего крюка. И такой, хопа, вижу, а там что-то, что-то интересное, любопытное. Прямо очень похоже на человеческое. И смотри-ка, там действительно какое-то строение. Так, давай цепляйся, цепляйся мы... Не получается, да что ж такое-то, все, упал. На самое днище. Человек-пук из меня не очень вышел. Сейчас взлетим и поглядим, что это такое тут у нас. Что это... А, это инопланетянское строение, я понял. И оно прям, смотри, куда ведет. Оно куда-то туда ведет. Так, а я... А я, а я, а я... Вот он, значит, этот черепок, где мы лазили с тобой. А мне предлагают туда пройти. Ну, пойдем, значит, туда. О-о-о-о! О-о-о-о-о! Да здесь полуразрушенная база инопланетная. А че ж я сюда раньше-то не заглянул? Видимо, пропустил инопланетные вот эти вот сигнальные фонари. Ну что, пойдем на разведку, посмотрим, что там, как там. Похоже, что это инопланетное сооружение рухнуло на дно. Ну, как бы это очевидно. Обнаружена инопланетная передача. Языковой анализ завершен. Осторожно, внутри содержатся опасные материалы и формы жизни. Ага. Спасибо вам за эту информацию, но поскольку я очень любопытен, я туда хочу залезть. Если здесь есть проход, то я обязательно туда залезу. Да блинский, блин, телепортер долбанный. Только забрался на эту базу, он тут как тут. Сейчас. Где здесь проход? Не могу найти проход. Вот. Блин, и по днищам нет прохода. Что же это такое? Как же проникнуть в эту рухнувшую инопланетную базу? О, косточки чьи-то валяются. Короче, как я понял. А, вон, 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 вон. Увидел, увидел проход. Все. Наконец-то. Я уже думал, что я туда не проникну. Сейчас залезем. Что у нас тут есть? Ух ты, как тут все разрушено-то. О, кубик. Кубик-рубик вижу. Надо здесь быть аккуратненьким, потому что здесь куча всего опасного. Кубик сейчас мы заберем. А что я, кстати, с краба вылажу постоянно? Межкомнатные перегородки в этой секции значительно усилены. Указывая на то, что проектировщики хотели либо не допустить что-то внутрь, либо удержать это внутри. Какими бы ни были их намерения, им это явно не удалось. Ну, что поделать. По крайней мере, мы кубик заберем. Давай, краб, забирай. Ништяк. Почему я все время вылазил из костюма, когда я мог просто взять своей крабьей рукой нужный мне предмет? Те же самые грибы, например, когда я собирал. Интересно, а что же мы тут встретим? Блин. Тут, тут походу мне дальше не... О, яйцо, смотри, какое здоровое. Так, значит, тут мне дальше никак не пройти. Придется вылазить из костюма. Я понял. Значит, поплыли сами. Ого! Ого! Да здесь целый музей всякой разной живности. Давай сканировнем. Здесь у нас образцы скотов. Прозвучало как-то странно. Ну, скоты, они и в Африке скоты. Здесь у нас образцы грудной клетки чьи-то. Ну, а яйцо? А яйцо я отсканировать не могу почему-то. Смотри, какое оно шипастое. А, во, теперь могу. Оно такое шипастое, странное прям какое-то. Яйцо морского дракона. А-а-а. Это большое яйцо содержится в геометрично закрытой среде и было химически стерилизовано. Не имея возможности содержать в комплексе полностью взрослую особь морского дракона, инопланетяне, по-видимому, вместо этого пытались изучить процессы откладывания яиц и инкубации. Для каких целей, не ясно. Кстати, а что здесь опасненького-то? Я понять не могу. Здесь вроде все так безобидно и нет никого. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Ты, 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 ты что-то... А, кубик ионный. Я думал, что это за звуки механические? Сейчас какой-нибудь робот на меня напрыгнет. А это кубик выскочил. Так, терминал баз данных. В пределах периметра комплекса обнаружен левиафан, приближающийся с высокой скоростью. Внешний якорный канат получил мощный удар. Внешняя якорная система потеряла устойчивость комплекс тонет. Столкновение с морским дном. Обнаружены пробоины в блоке 7. Изолятора, где находилось яйцо левиафана. Нарушена структурная целостность. Запущен протокол немедленного уничтожения особей. Уничтожено 314 особей. Нифига себе, сколько у них здесь особей было. Одна особь пропала без вести. Эвакуация персонала в святилище. Запущен протокол планетарного карантина. Предупреждение. Зараженные особи не могут покинуть планету. Вот это дела. Так, надо бы кислородик пополнить. Пойдем-ка к нашему Кадзю. Продолжаем изучение инопланетной базы. Оу! Оу-оу-оу-оу! Это, видимо, одна из особей, которая погибла здесь. Или выжила, но потом погибла. Непонятно, в общем. Но она чертовски огроменная. Пойдем посмотрим, что... Ух ты! Биологические останки свидетельствуют, что коренные формы жизни доставлялись сюда и подвергались интенсивному изучению. Ну, как бы да. Здесь капец чего только нет. Ты посмотри. О! О! Это же телепортер! Нифига себе, как они его... Офигеть, что они с ним замутили? Ну да. Мне же писали в комментариях, что... Это роботы, которые были сделаны инопланетянинами. Ну вот, собственно, они. Ну то есть, это была вначале живая какая-то фигня плавающая, а потом ее взяли и напихали всякой механической начинкой. И получился вот такой вот необычный робот. Давай-ка это все сканерем. Читаем, что это такое. Данная форма жизни несет признаки глубокой генетической модификации, а также обширных механических трансплантаций. В общем, это программируемый охотник, созданный инопланетянами. Конкретно для чего, пока что мы еще не знаем. Но, думаю, мы это выясним. Эх, голова стража. Ужасное зрелище, похожее на увеличенную голову комара или мухи. Ха. Так, значит, там у нас был бортовой компьютер инопланетный. Давай-ка почитаем его. Че тут сказано? Загружены данные касательно бактерии. Внимание, обнаружены нетипичные колебания в белках плазмы крови. Настательно рекомендуется провести самосканирование. Ну вот, началось. Ладно, давай самосканирование проведем. Самосканирование завершено. Бактериальная инфекция распространилась на кожу и легочную систему. Медицинский отчет загружен в базу данных. Необходимо найти способ нейтрализовать инфекцию. Ааа, капец. Все. Во-во-во-во-во, что-что? Смотри! Смотри на мои руки! Аааах! Капец! Перчаточки. Надо снять перчаточки. Все, капец. Вот про что ты мне говорил тогда, да? Вот она, эта инфекция. Помнишь, мы рыб встречали? Вот таких вот зелененьких. Теперь я стал, как они. Сейчас мы почитаем, что у нас там в терминале, какая информация была. Профиль инфекции Хара. Данный терминал содержит обширные данные о бактериальной инфекции, определенной как Хара. Обнаружение. Впервые открыт во время планового расширения сети в другие миры. Развитие эпидемии. Ошибка сети привела к провалу стандартной карантинной процедуры. Инфекция была загружена и быстро распространялась по центральным мирам. Подтвержденных случаев смерти 143 миллиарда особей. Офигеть! Сколько от инфекций померло. Бактериальные механизмы внедряются в здоровые живые клетки и видоизменяют основную генетическую структуру. Симптомы. Стадия 1. Постепенное снижение иммунитета. Так. Поплыли быстренько к крабу. Стадия 2. Зеленые поражения кожи и симптомы гриппа. То, что у меня сейчас. То есть получается у меня идет вторая стадия. Вот это беда. Стадия 3. Непредсказуемые изменения в биологической структуре. Стадия 4. Полное отключение исполнительной функции. Это печально. Приняты экстренные меры. Карантин центрального мира. Образцы бактерии распределены по изолированным центрам исследования болезней для разработки вакцины. Процедура лечения неизвестна. Ух уж эти инопланетяне. Короче. Инфекция была вначале на одной планете. Но инопланетяне, они же неугомонные. Они пытались расширить сеть в другие миры. И вот когда они расширяли, у них произошел сбой. И инфекция начала распространяться и по другим мирам. То есть, скорее всего, вот этот мир, он не был заражен. Или этот мир и был самым первым миром, где была эта инфекция. Короче, это еще непонятно. Надо будет выяснить, если выясним. Жуть, я не могу смотреть на свои зеленые руки. Давай оденем перчатки. Я хочу попасть вот сюда. А, подожди, так мы можем сюда попасть? Здесь, оказывается, окно разбито было. А я-то думал, здесь окно. О, блин. Вон, заплываем. И сканируем вот эту тушку. Скелетные останки. Что это за останки у нас? Короче, вот эта осыпь, она погибла здесь из-за того, что не смогла выбраться. Смотри-ка. А че это вот эта часть закрыта? Так, нам туда надо срочно попасть. Ну что ж, мы покидаем эту затонувшую инопланетную базу. Выяснили там очень много интересного и любопытного. А также я нашел вот такую вот запись. Данные по следованию образца. Она находилась в запертой комнате. Там понадобилась скрижаль, чтобы открыть ее. Благо, я с собой брал пару скрижалей. Поэтому я эту запись достал. И выяснил, что инопланетяне брали разные формы жизни. От пескунов до всяких яиц левиафанов и прочего прочего. И заражали их специальной инфекцией Хара. Чтобы посмотреть, есть ли у них иммунитет к этой болячке. Но ни у кого не было этого иммунитета. Все довольно быстро погибали. За исключением одного. Неизвестного левиафана. И этой особи левиафана было присвоено обозначение «Марской император». Образцы костей императора указывают на определенный потенциал иммунитета Кхара. Одна особь была поймана для изучения в специально построенном изоляционном комплексе, находящемся вместе с высокой вулканической активностью на глубине 1,4 километра. Несмотря на то, что император вряд ли все еще находится в этом комплексе, вполне вероятно, что там удастся получить дополнительные данные касательно их наработок в производстве вакцины. Так, значит нам получается нужно спуститься на 1,4 километра вниз, чтобы найти эту долбанную лабораторию, где возможно находится противоядие. Ну что ж, поперли. Ох, как здесь опасненько. Призрачный левиафан, он плавает. А нам нужно вот сюда. Ой, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Нет, я вниз не хочу. Не хочу, подождите. По-моему там слишком глубоко и жарко. Вон я там вижу лаву. Черт подери. Ладно, несцы. Прорвемся. Потихонечку спускаемся. Так. Спустились на дно. Нам нужно 1,4 километра. Ух ты, посмотри там сколько разной новой живности плавает. Капец. Похоже на тюленя, но это не тюлень. Прикольная ребёха. Оу. Стоп-стоп-стоп. Остановись. Э, тихо. Тихо. Не подплывать ко мне. Блин. Какие здесь все злые. Так, надо бы починиться. Побыстрее. У-у-у. Давай быстренько чинимся. Жарковато тут. Очень жарковато. Опа, ты посмотри. Какие здесь рыбки плавают. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Он прилепился. Лавовая личинка. Ну-ка, давай-ка мы её отсканем. Мне кажется, что он выкачивает энергию. А, нет. Ты посмотри. Ха-ха. Прикол. Давай-ка почитаем про него. Что нам скажут? Лавовая личинка. Где ты? Тянутся к источникам энергии любого рода. Для выживания выкачивает энергию из своей жертвы. Ах ты, негодяй. Блин. Мне надо его срочно каким-то макаром снять. Где он? А ну, отцепись. Энергию всосал мою. Чуть-чуть. Выпи. Жди меня, мир. Ого. Это что такое? О-о-о. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихонечко-тихонечко. Смотри, какой кристаллик огромный. Светящийся, интересный. Я его, интересно, могу собрать или нет? Кианит. Для сбора этого ресурса требуется специальный бур. Буру у меня нет, к сожалению. И последний рывок. Последний рывок. 1240 километров. Глубина. Нам нужно еще ниже. Капец, здесь красиво, конечно. Но очень потно. Очень жарко. Моя попка уже вспотела. Походу, нам только туды. О-о-о-о. Это что за дичь там плавает огроменная? Мне кажется, что я сюда чертовски рановато приплыл. Мне здесь делать нечего. Капец. Офигеть, он здоровый. Жуть. И кажется, если я ему попадусь на глаза, он меня раздербанит, как нефиг. И кажется, он меня запалил. Нет, дружище, не плыви сюда. Ну, пожалуйста. Не стоит. Как свет выключить? О-о-о-о. Он в фаерболу пуляет. Нифига себе. Нифига себе. Ну, в принципе, не так больно. В принципе, не так больно. Ладно, пойдем попробуем. Короче, вот мы нашли этого королевского императора. Как его зовут, да? Попробуем сейчас здесь быстренько как-нибудь пролезть. Ой, кажется, меня еще в фаербол пульнули. Давай, человек-пук. Ползай по стенкам и пускай паутину. Я так понял, что где-то здесь должна быть база. Рядом с этим императором. Но фиг его знает где. А ведь еще у меня энергия кончается. 40% осталось. Надо бы сваливать уже отсюда по-тихому. Ать, скотина, а! Телепортер недоделанный. Вытащил меня из моего бункера. Я предвкушаю, что сейчас нам скоро настанет крепсдец. Ой-ой, император, походу, за нами плывет. Давай, человек-паук. Блин, не достаю нифига своей паутинкой. Капец. Богом, боком, боком, боком бежим. Давай. Шестая крабик. Где ты есть-то, ё-моё? Нифига себе, он из-под меня где-то вылезет. Ты это брось. Ты это брось. Ты завязывай. Я от тебя все равно убегу. Блин, там еще глубже можно. Да что ж такое-то? Куда глубже-то? Интересно, как у меня еще не расплавился здесь краб? Неужели он выдерживает такие тепловые нагрузки? Не, походу, сегодняшняя экспедиция закончится как бы вот на этом. Потому что, потому что энергия заканчивается, нужно отсюда выбираться. Или я тут кони двину без батареечки-то. Так, я вижу, я вижу еще какой-то скелет. По-моему, это скелет. Да, это скелет жнеца. Отсканировать его, что ли? Можно отсканировать, ништяк. Костные ткани левиапана. Ну, это жнец. Это жнец. Обратно в краба. И почесали отсюда, короче, к нам на базу. Или не почесали. Смотри, 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 смотри. Здесь еще ниже можно спуститься. Ну, капец, капец, как мне страшно. Есть возможность, но... Так, ко мне кто-то прицепился, да? Кто-то прицепился. Вон. Гад. И так энергии маловато. Да что ж такое-то? Зачем я сюда лезу? Опа. Короче, все, я уже по-любому оттуда не выберусь. Эээ, сохраняемся. 27% энергии, это вообще капец ни о чем. И спускаемся вниз. Вот сюда. Ух ты. Текущая критическая глубина 1300. Ну, все. Значит, до победного, как говорится. Я не знаю, куда я упал. Будем идти чисто по проходам. А где здесь есть что-нибудь? Проход какой-нибудь, я не знаю. Проходик. Ты где? Есть тут проход. Куда-то я вообще капец как упал. Вон проход. Вон туда нам надо. Ой, как страшно. Давай, крабик. Держись. Последний рывок. Ё-моё, еще глубже. Так, значит, быстренько вылазим. Чиним его. Насколько можем. Давай-давай, крабик, держись. Пошли. Капец. Ну, давай, прыгай. Че ты? Че ты стесняешься? Побежали. Не стесняйся, все свои. У-у-у. Нифига себе, че там. Ты смотри. Пополнить запас калорий рекомендуется. У меня нет ничего. Я не могу ничего поесть. Опс. Здрасте. База! Смотри, база инопланетная. Мы дошли. Если дойдем, конечно. 80% запаса прочности. Ну, зацепись. Так. Опа. Здрасте. Здрасте, мордасти. Ну, подождите. Не мешайте, пожалуйста. Я то, что ты ищешь. Хочу помочь тебе. Спасибо, мадам. Спасибо, мадам. Я, конечно, не знаю, ты мадам или нет. У тебя женский голос. В любом случае, спасибо. Я плыву. У меня надежды как бы нет назад возвращаться, потому что... Потому что... Ой, как горячо. Потому что у меня 20% заряда. И я фиг знает, где я нахожусь. Я боюсь, что я вообще отсюда теперь уже не выберусь. Хотя я надеюсь на телепорт. Меня тут никто не сорвет. Бежим быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Бежим. Бачком. Как настоящий крабик. Текущая критическая глубина 1300. Как раз. Как раз 1450. Это та самая глубина, куда нам нужно было прийти. Про то, что нам говорили. Так, все, мы здесь. Я могу здесь дышать. Я могу здесь бегать. А ты до сих пор ломаешься, что ли? Хорош ломаться. Ты что? Мы тебя сейчас починим. Ты уже не под водой. Расслабься. А так-то. Все, посиди на картах здесь. А я пойду на разведку. Что там у нас? Скрижалька. У меня как раз последняя скрижалька есть. Блин, я оттуда скрижаль забыл забрать. Ну да ладно. Взять скрижаль. Ставить скрижаль. Погоди. Здесь какая-то особенная скрижаль нужна. Не такая. Не пурпурная. Твою ж налево. Да капец. Ну что за подстава? Я так долго сюда шел. Короче, все ясно. Сюда по-любому надо плыть на нашем батискафе. Или как он? На циклопе. Во. Ну и конечно же найти вот эту вот скрижаль. Такого цвета. В общем, на этом серия заканчивается. Потому что я сейчас пойду скармливать себя тому самому императору. Другого варианта я не вижу отсюда выбраться. Придется помирить. И если понравилось, то есть тебе лайкос, коминтос. Под видос. Ну и так же подписочка, если ты еще не подписан. Ну а на этом все. Тебе спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok